Рекомендательный характер, так и сказал. То есть он не обязан исполнять указы президента? Да. А есть в письменном виде его отказ? Или только устные заявления? Нет, в письменном они просто пишут. Мы вам предоставляли, а на самом деле эти... А в письменном пишут, что предоставляли жилье? Да. Это как это? Они предлагают нам спеть жилье, но по факту оно не является. Потому что оно не соответствует сходу правил. Есть определенный сход правил, в котором указано, что из себя должна предоставлять квартиру для инвалидных колясочек. Ага, я понял. Друзья, это Совет Федерации. Здесь стоит женщина возле Совета Федерации вот с таким плакатом, в который... Еще раз, вот это Бактимиров, это официальный... Официальный говорит о том, что он не обязан исполнять указы президента, и для него законодательство федеральное не является, ну, как бы, законом. Ну, носит рекомендательный характер. То есть он... А что тогда для него обязательно не сказал? Не сказал, да? Нет, обязательно у него, вот у вас тут написано, СПЧ, там, обращайтесь в Международный суд, да? А вы... Жалуйтесь в Портлото. Вы можете обратиться в суд. В суд мы обращались. В суде лежит протокол заседания в закрытом конверте. Они его не вскрыли. И в данном конверте представитель Департата городского имущества соглашается с нашими доводами на основании федерального законодательства, где инвалид имеет право сам подобрать себе жилье, согласно данному снику и указу президента. В указе президента у нас написано, что данное жилье должно располагаться непосредственно в близости от предыдущего места жительства, должны быть вся социальная территория, и соответственно, соответственно, СМИ. А они, честно говоря, что закон для них не закон, и исполнять ничего не будет? Закон для них не закон, и об этом же заявил аппарат пополномоченный по правам человека в городе Москве Батяева Татьяна Александровна. Аппарат пополномоченный по правам человека Батяева Татьяна Александровна. Да. Законы есть, законы все на вашей стороне, но у государства нет обязанности данные законы исполнять. Во как, круто. Это очень интересно, друзья. Вадим, как ты это прокомментируешь? Ну, колония, что здесь сказать-то? Мы живем в колонии. 15-4. Для них приоритет иностранных принципов норм важнее, чем указы президента. 15-4. Конституцию никто не отменил. Вот, девушка, вот знаете об этом? Россия колония, подчиняется внешнему управлению, и вот этот вот кто? Батяев там и прочее, да? Батяев. 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 И его руководитель Гава. Он, в принципе, вам это и сказал, что мы... То есть он будет исполнять только то, что прикажут Запада. По 15-4 приоритет международного права. А указ президента ему для него вообще там... Если Собянин издаст указ предоставить, он его предоставит. Если кто издаст указ? Собянин. А, Собянин. То есть Собянин для него авторитет. И указы Собянина для него важнее, чем федеральные законы, получается. Во как. То есть указы Собянина... Кто тут у нас Собянин? Собянин — это исполнительный орган власти. Он не имеет права... Это не законодательный орган власти. Вот в чем фишка. Конечно. То есть федеральные законы, ну, выпускаемые в Государственную Думу, да, события федерации, вот с которыми мы стоим, должны быть важнее для него. Но он честно говорит, что местечковая власть, исполнительная власть Собянин, его указы... То есть мы видим вот эти кланы, корпоративные вот эти клановые группировки, которые там засели с 90-х годов. Я больше чем уверен, что вот этот вот, которым сказала женщина, а он с тех времен еще там смеет. Нет, слушай, ну... Нет, он молодой. Ему там лет 36. Ну, смотрите, мы же... И вот Пуснулин из Татарстана привез. А, вот так вот. Ну, мы же откровенно видим, что чиновники, причем крупного ранга, честно говоря, что президент для них ничто, ни власть, ни его указы и распоряжения они исполнять не будут, неважно. А вот Собянин, если скажет... Ты понимаешь? Ты понимаешь уровень цинизма, да? Да, цинизм, честно говоря. Большое вам спасибо за... 31 год на очереди стоит. Сколько? 31 год на очереди. У нас два, а три мне очередной... 31 год на очереди? У нас два инвалида в семье. Вот. Понятно. Два инвалида в семье, да? Я вам сейчас дам диспункер. Друзья, новая рисовка. Угу. Наступает решающее убийство за независимость страны. Ну, и так далее. По тексту тут, значит, кратце написано. Вот, вот эта легендарная бабушка, да, я думаю все видели видео, где она с красным флагом вышла в Украине. Угу. Вот. Ну, наши соратники. Ну, и тут... Колониальная статья конституции, почему колония, да? Да, да. Колония статьи. 13.2. Запрет госидеологии. 15.4. Приоритет международного права. 75.2. Центральный банк никому не подчиняется. 9.2. Недра, чьей земля принадлежат иностранцам. Да. Вот. Это вам. Мы даем законодательные основы, почему вас отфутболивают. Вот здесь расписано. Да. Потому что это все последствия поражения в холодной войне. Вот это написано в той источнике. И там написано, что делать. Главное. То есть, ваших чиновников... Пожалуйста, для меня. А? Вот Кама и Бехтемиров, они тормозят развитие ребенка. Угу. Они не дают ему правильно развиваться. То есть, мы живем втроем в этой комнате в квартире. Я тоже инвалид. Угу. У нас есть... Эээ... Нет... Мы не имеем... Я не имею права с ними вместе проживать. Это... Посуда приличия. Угу. Вот. Они тормозят развитие ребенка. Уже пять лет мы боремся. Был суд. У пять лет они нам предлагают... Да! Трехкомнатные квартиры. Неспециализированные. Хотя им положено двушка с ребенком. Вот. Им самым наносят вот трет. Физически ребенку и морально всей семье. Угу. То есть, они как бы при решении суда дают вам трехкомнатную квартиру, а должны дать две раздельные? Да. Никуда сюда не было. Они нам не дали до конца дело привезти. Да. А, вот так вот? Они все затормозили и придержали документы до тех пор, чтобы мы не смогли обратиться в неполный суд. А, вот так вот, да? А когда мы обратились в неполный суд, он сказал, что все строки прошли подальше. А, вот так вот. То есть, у вас есть федеральный закон, на который вы ссылаетесь, есть указ там президента, но вы от конкретно чиновников получаете информацию, что они исполнять все это не будут. Да. Они им плевать на указание президента, но вот если бы Собяниным указание дал, да, то тогда бы они исполнили. То есть, они честно говорят о том, что местечковая власть для них важнее, чем президент, чем федеральные законы. То есть, указы президента Путина Владимира Владимировича может для них рекомендовать им пара? Ну, то есть, это колониальное правление. Да. То есть, здесь нужно как бы объединиться вами с нодом и понять, почему вас отхлуболивают. Здесь самый главный механизм, просто говоря, вы стучитесь к уборщице, она здесь действительно ничего сделать не может. Хотя, вроде бы, по полномочиям они обязаны это делать. Да. Но это только видимость, это только видимость. И причем их наказать за это нельзя, потому что в законе прописано, что они правы. Да. Это колония, мы колония, мы живем в колонии. Это последствия поражения в холодной войне. То есть, именно поэтому вы не можете отстоять свои права добиться их. Ну, большое вам спасибо. Вот еще раз покажу, друзья, что это Совет Федерации. Здесь стоят, ну, люди, которые пытаются отстаивать свои права. Вот. И здесь еще стоит пикет национально-свободительного движения. Видите, там женщина сегодня пришла. Филолог, французский переводчик на французском языке, очень умная женщина. Зовут ее Евгения. Подходите к Совету Федерации. Все, друзья, спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok